Для этого видео я купил специальные, очень точные и дорогие весы, которые улавливают мельчайшие предметы до одной тысячной грамма. Это настолько точно, что при весе чайного пакетика в один грамм, они улавливают мельчайшие крупинки, а на показания влияют даже легкие дуновения ветра. Заметно как сохнет краска, испаряется водка, горит спичка и много чего еще, но не будем спойлерить. Нет, курить будем пылесосом. Наблюдая за тем, как люди курят и спряхивают пепел, мне всегда было интересно, если его оставить, будет ли меняться ли ее вес? Ведь дым, по идее, должен же что-то весить. Для начала, кладем свежую сигарету на весы, так, и прикрепляем ее к держателю. Поджигаем. Ого, сразу видно, как вес пошел вниз. Очень быстро. Обычно, чтобы сигарета горела, ее надо затягивать. В нашем случае она просто тлеет. В результате образовываются продукты сгорания, которые улетучиваются в атмосферу. Из-за этого вес и снижается, а полностью сгоревшая сигарета легче новой почти в два раза. Для наглядности, если бы сигарета была вот такого размера, то каждые 10 секунд испаряется примерно вот такая часть массы. Но эти весы способны на большее, и не все предметы сгорая теряют вес. Это стальная вата. Она делается как сахарная вата, только из чистого железа. И по сути, ее волокна это микрожелезячки, только очень тонкие и мягкие. В реальной жизни ее используют для очень аккуратной шлифовки деревянной мебели. А еще она горит. И это похоже на какой-то спутниковый снимок огней города. Или на то, как бегает информация между нейронами в мозге. Кладем ее на весы. Поджигаем. И сразу же цифра начинает расти. В результате горения железо как бы забирает кислород из воздуха и соединяется с ним. Получается железная калина. И весь набранный вес это молекулы кислорода. В это слабо верится, но масса стальной ваты увеличилась на 40%. Ого! Представьте, что у вас есть вот такой здоровенный стальной куб. Если его полностью сжечь, то есть превратить в окалину, масса увеличилась бы настолько. Этот пример мы взяли для наглядности. Но глазам не верится, что кислород может столько весить. Интересно, что будет с воздухом внутри обычного шарика? Изменится ли хоть как-то его вес? Запомнили? Надуваем. Завязываем. И помещаем на весы. Его вес увеличился на 3% по сравнению со сдутым состоянием. Но есть же шарики, заполненные гелием. Их вес отрицательный. И они даже могут поднимать какие-то небольшие предметы. Для точности нужно учитывать даже вес скотча. Торируем весы. Приклеиваем. И... Ого, куда полетело? Ладно, это я шучу. А реальная тяга около 9.8 грамм. Это значит, он может поднять около 7 обычных шариков, надутых ртом. А с грузом такого же веса шарик будет как дирижабль. Парить на одной высоте. А чтобы поднять человека, к примеру, мой вес 90 килограмм. Понадобится около 10 тысяч именно таких шариков. Это я рисовал. Гелиевый шарик единственный предмет из этого видео, заставивший весы показывать отрицательную величину. Хорош этого воздуха. Давайте перейдем к жидкости. Все знают, что при температуре 100 градусов вода начинает кипеть и превращаться в пар. Так вот, с какой скоростью теряется масса? Кипение еще не началось, а цифры уже побежали вниз. Чуть позже вода закипела, и даже визуально видно, как она уходит, так сказать. Если увеличить газ, это мгновенно отражается на скорости испарения, и цифры падают еще быстрее. Если эту систему увеличить, то с вот такой площади воды, каждую минуту испарялась бы целая полулитровая банка. Еще мы хотели взвесить баллон и посмотреть, как расходуется газ, но это слишком очевидно. Поэтому мы взяли зажигалку. Внутри прямо видно, как плавает газ. А принцип ее работы очень прост. Кремниевое колесико генерирует искру, которая поджигает поток газа, идущий из трубки. А если поднести к уху, то этот газ даже слышно. Фиксируем эту кнопку стяжкой, и ставим ее на весы. Если что, на весах учитывается только вес зажигалки. Значение ползет вниз, но не так быстро. Мы решили оставить ее, чтобы выгорел весь газ, и сравнить вес. Но она решила скинуть его быстрее. А затем корпус расплавился, и уменьшение массы газа ускорилось. Не получился этот эксперимент, в общем. Следующего испытуемого пришлось поджигать спичками. Это обычная бумага. Вы уже и так заранее знаете, что масса будет снижаться. Но интересно, с какой скоростью? Кстати, в чем разница между массой и весом? Вес это то, с какой силой предмет давит на тарелку весов. А масса это мера количества вещества. Тут они совпадают между собой. Но, к примеру, на Луне, где меньше гравитация, масса останется вот 3,08 грамм. Но вес на экранчике на Луне был бы намного меньше. Поэтому и весы, а не массы. Но, есть вещи, которые теряют массу сами по себе. Даже если их не трогать. Это напиток водка. Но, так как она состоит из воды и спирта в количестве 40%, мы не будем использовать ее. А возьмем сразу чистый спирт для наглядности. На экране видно, как в реальном времени происходит испарение. Глазами этого заметить нельзя. Если бы это увидел какой-то алкаш, у него бы была эмоциональная травма. Столько добра теряется. То, что вы видите на экране, снималось на протяжении двух суток. Спирт медленно, но верно улетучивался. Сам, без нагрева. То есть, спустя два дня, вы можете продолжить трапезу и обнаружить, что все, ваше добро пропало. А надо было учиться в школе, тогда бы такие ситуации не происходили. Кстати, вдобавок к зажигалке, забыли протестировать еще и такую горелку с баллоном. Здесь пламя намного сильнее и, соответственно, расход газа. Смотрите, как быстро. Если увеличить, то это все равно, что с вот такой емкости выходит вода под таким напором. Еще, касательно огня, мы не проверили спички. Они, выгорая, превращаются в уголек. Фиксируем ее на держателе. Поджигаем. И так ясно, что вес сразу идет вниз. И продукты сгорания уходят вместе с дымом. Древесина аж сжимается. А вес уменьшился в три раза. Получается, что если бы спичка была вот такой, то ежесекундно сгорала бы вот такая часть массы. В любом хозяйственном магазине продается средство для прочистки труб. Еще его называют крот. Это щелочь гидроксид натрия. Так вот, набираем в стаканчик воды. И, чтобы не нарушать точность измерений, взвешиваем его прямо с пачкой. Открываем, высыпаем. И размешиваем. Со временем начнется реакция, и смесь будет нагреваться. Но, что в этом такого необычного? Пока вроде ничего. Это сейчас. Но мы оставили смесь на 12 часов. И она начала тяжелеть. Почему? После растворения смесь начала поглощать углекислый газ из воздуха. И вес вырос на 5%. Это если бы у вас была вот такая гирька, к ней добавили бы еще вот такую. Вес возрастал плавно, прямо как график в игре Crash. Кто не знает, здесь нужно угадать, как высоко поднимется график. Ввели сумму. Угадали? Результат иксуется во столько раз. На Dragon Money еще много интересных мини-игр. Есть, например, Dragon Dungeon, где нужно угадать, в какую дверь войти. Иксы шаг за шагом накапливаются. Но, если не угадали, там дракон, который сжигает весь ваш прогресс. Есть еще Плинко. Это типа пинбола, где между пинами запускают шарик. И в зависимости от корзины, куда тот упадет, такой результат. Сайт работает более 5 лет, имеет крутой дизайн, удобную систему ввода-вывода и хорошие отзывы. Но не заигрывайтесь, ведь это не какой-то способ заработка, а интересно провести время. А по моему промокоду в закрепленном комментарии вы получите бонус. В детстве я очень любил пить шипучие витамины, которые нужно растворять в воде. Интересно, сколько веса теряет такая таблетка, растворяясь. Наливаем немного воды и перед броском надо взвесить их вместе. Начинается шипение и образование пузырьков. А вес активно снижается. Через 40 секунд реакция подутихла. Мы вычли вес воды и судя по подсчетам, получается, что таблетка потеряла 90% своей массы. Остальные 10 припадают на само действующее вещество и остатки продуктов реакции. Осталось не так много вещей, но все из них интересные. Как-то проходя мимо магазина игрушек, я захотел купить мини квадрокоптер. Довольно, кстати, неплохой за свою цену. Тут даже камера какая-то есть. Собираем защиту. И взлетаем. Сейчас нам интересна не сама игрушка, а в принципе ее работы. Пропеллеры очень быстро вращаются и как бы отталкиваются от воздуха. Чем-то похоже на весло в воде. Что будет, если взять один мотор и включить его на чашу весов? По идее мы сможем измерить его тягу, а число на дисплее будет минусовым. Приклеиваем тестовый стенд. Сбрасываем весы на ноль и подаем напряжение. Моторчик пытается лететь вверх, однако вес становится даже больше. Как так? А дело в том, что потоки воздуха, генерируемые лопастями, тоже давят на чашу весов. Но, если отвести эти потоки в стороны, ситуация резко меняется и мотор действительно тянет чашу вверх. С неплохим усилием. 20 с чем-то грамм, это больше, чем гелиевый шарик. В квадрокоптере использовался аккумулятор, но в качестве источника энергии иногда используют батарейки. Мы взяли одни из самых дорогих. Отличается ли вес полностью заряженной и полностью разряженной? Если разобрать корпус, то видно, что начинка состоит из двух каких-то веществ. Более темного и более светлого. А также стержня, который идет к минусовому контакту. В процессе разрядки происходит химическая реакция с выделением энергии. А как мы знаем, итоговая масса может отличаться. Для разрядки мы решили использовать фонарик. Вставляем батарейки. Это какой-то очень дешевый светильник. Такие обычно продают на кассе супермаркетов. Наша задача была просто его использовать. Время от времени мы подсвечивали что-то по делу. А иногда просто игрались. Ну, за свои деньги в принципе хороший фонарь. Потом нам уже надоело просто так им играться и мы оставили его в покое. Час за часом интенсивность свечения понемногу угасала. А в общем процесс занял около 30 часов. Батарейки разряжены в ноль. Давайте ее взвесим. Так. Ого, разница заметна. Я и не думал, что так будет. Следующая вещь обычно живет в ванной. Ее задача поглощать лишнюю влагу. Влагопоглотитель. Но нам интересно не с собой устройство, а его сердце. Вот эта таблетка. Она довольно тяжелая. Мы поставили ее на весы и оставили на трое суток впитывать влагу. В этой комнате всегда довольно влажно. Но случилась проблема. Таблетка тяжелая. И придя на следующий день, я обнаружил, что она пересекла предел наших весов. 500 грамм. Жаль, но узнать сколько влаги она впитает не получилось. Ну и осталось у нас самое интересное. Если нанести краску, меняется ли ее вес после высыхания? Ведь по сути это процесс испарения. Наливаем небольшую каплю. Она растекается. И я уже хотел включать фен, чтобы она побыстрее высохла. Но смотрите. Весы в реальном времени показывают, как она сохнет. Любая краска состоит из пигмента, который придает цвет, связующего вещества и растворителей, которые упрощают нанесение краски, делая ее текучей. Испаряются именно растворители. Поверхность затвердела, а судя по замерам, краска потеряла 40% веса. Ну и под конец у нас надувная подушка. Она чем-то похожа на матрас. И сперва я хотел взять именно его. Так как будучи на отдыхе, я заметил, что в надутом состоянии он кажется гораздо тяжелее. Но матрас не войдет в лимит 500 грамм. Так, запомнили вес. Надуваем. Угу. Получается, разница в весе с дутой и надутой подушкой всего 0,34% или 0,38 грамма. Не так уж и много. Сама подушка очень тяжелая. Воздух там под давлением. И в обычной атмосфере 0,38 грамма это где-то вот такой объем воздуха. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok